...хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, в котором принимают участие, обратите внимание, многие клетки и клеточные элементы. Особенностью это хроническое воспаление, которое обуславливает развитие бронхиальной гиперреактивности. Это является обязательным условием при развитии бронхиальной астрии, которое приводит к повторяющимся эпизодам. Здесь очень важно наличие свистящих хрипов, одышки, чувства заложенности в груди, кашля, особенно по ночам. Эти эпизоды, как обычно, связаны с распространенной, но изменяющейся абструкцией, в отличие от хронического фруктивного заболевания легких, где тоже сейчас есть вопросы, касающиеся того, что вариабельность может быть больше 12%, но для бронхиальной астмии она однозначно больше, и это является очень важным моментом. И следующее, это то, что абструкция носит обративный характер. Здесь представлены данные, касающиеся время вообще бронхиальной астмы, но я бы хотела обратить ваше внимание только на то, что 80% пациентов с бронхиальной астмой утверждает, что астма ограничивает их жизнь. Несмотря на то, что те исследования последние, которые были проведены по бронхиальной астме, в частности глобальные исследования ГАУ, которая в ряде основополагающих своих фундаментальных изменила прежде всего вопрос, касающийся подходов к контролю и ведению бронхиальной астмы и показала, что на сегодняшний день использование современных методов лечения, в основе которых лежат ингаляционные кортикостероиды, могут привести больного к полностью контролируемой бронхиальной астме и тогда, когда это заболевание им не ощущается. Что на сегодняшний день остается важным? На Украине у нас продолжает действовать классификация по степени тяжести бронхиальной астмы. Это вы видите основные 4 ступени, интермитирующая, легкая, персистирующая, средняя и тяжелая. Это очень важно, поскольку это дает возможность прежде всего практикующим врачам, особенно пациентам впервые установленной бронхиальной астмы, обязательно проводить классификацию по степени тяжести. Следующий очень важный момент, это необходимо для проведения экспертизы трудоспособности, что в общем-то тоже актуально в нашей стране. Но очень важным критерием на сегодняшний день бронхиальной астмы, согласно уже последней рекомендации Джины, является контроль. И на сегодняшний день вводится, вы знаете, это задекларировано в нашем приказе, контролируемой, неконтролированный, полностью контролируемой бронхиальной астмы. И вот здесь показаны основные критерии, которые положены в основу критерий контроля бронхиальной астмы. Это наличие дневных симптомов, ограничение физической активности, ночные симптомы, необходимость использования короткодействующих громкодилататоров, функции легких и частота обострения. Вот эти в основу лежат у классификации, которые на сегодняшний день есть. Но что бы мне хотелось сказать относительно новое, что сейчас появилось у бронхиальной астмы. Но прежде всего бронхиальная астма, так как это было, это гетерогенное заболевание по своей природе и вариабельное по своему течению. На сегодняшний день вводятся такие понятия, как фенотипы. И среди фенотипов бронхи... Хотя эти, так сказать, понятия фенотипов, и те фенотипы, о которых я сегодня буду говорить, они как бы имеют еще тенденцию к развитию. Я всегда, когда читаю эту лекцию, я говорю, обращаясь к врачам более старшего поколения, которые пользовались классификацией до Булатова, которая была, так сказать, в период Советского Союза, и та классификация по патофизиологическим изменениям, которая была предложена Глебом Борисовичем Федосеевым. Фактически вот тогда уже, так сказать, рассматривались варианты фенотипы течения бронхиальной астмы. Какие на сегодняшний день могут быть выделены фенотипы? Это не значит, что это все, они могут еще, так сказать, дальше проявляться и получать развитие. Это тяжелый фенотип тяжелой бронхиальной астмы. Почему этот фенотип выделен? Дело в том, что страдает такой формой бронхиальной, таким фенотипом 20% пациентов, но 80% затрат приходит именно на эту астму. В этой тяжелой астме выделяется несколько подтипов, которые, так сказать, в зависимости от течения этих фенотипов тяжелой астмы выделяются, начиная от персистирующих симптомов с повторяющимися обострениями, это больные, нуждающие в постоянном приеме системных кортикостероидов, и пациенты, у которых очень часто угрожающее состояние, которое раньше мы называли астматическим статусом. Надо сказать, что в теории фенотипирования появились работы и в детской астме. И выделена даже тяжелая астма у детей, и тоже здесь выделены фенотипы, поскольку вы понимаете, что очень часто из детского возраста астма потихоньку переплывает, переходит в старшие возрастные группы. Надо сказать, что выделяется сейчас такой фенотип, как мультисистемная астма. Что для этой мультисистемной астмы важно? Это прежде всего то, что она требует применения постоянно бронхолитиков, сопровождается приступами у душа, характеризуется периодически свистящими дыханиями, и вот вы видите, характеризуется наличием одышки, либо при физической активности, либо в дыхании холодного воздуха. Раньше эту астму, в 2011 году только появился такой фенотип, стали выделять, в общем-то, где-то сходно с астмой физического усилия или холодоводника. Надо сказать, что появился такой фенотип, как мультисистемная астма. Ее эпидемиология очень важна. Обратите внимание, что составляет почти 25% астматика. Она чаще встречается, это астма у женщин, но, что очень важно, она, как правило, всегда сопровождается аллергическим ринитом. И вот при мультисистемной астме чаще всего и встречается аллергический ринит. Надо сказать, что значение фенотипа может быть использовано в качестве эпидемиологического маркера тяжести бронхиальной астмы. Но и здесь очень важно выделять пациентов, которые имеют высокий риск, потому что эти пациенты имеют высокий риск госпитализации. Почему важно выделять такую астму? Ну и, естественно, более часто обращаются к врачу, имеют больше высокий риск смертности. Сейчас выделен такой фенотип, это буквально рекомендации 2012 года, здесь ссылка ЕСРС, это профессиональная астма. Они говорили раньше, и вот здесь выделяется две подвиды профессиональной астмы, вызываемой профакторами, и та, которая усугубляется из-за профессиональных факторов. Но, в общем-то, на сегодняшний день в последней рекомендации ЕСРС выделяется такая астма. При этом она выделяется как связанная с ЭГЕ, связанная со специфическими адвентами, как у механизм которых не понятишь, и, наконец, связанная с раздражением дыхательных путей от любого, так сказать, рода от 3. Что на сегодняшний день профессиональная астма по рекомендации? Ну, прежде всего, это и стратификация диагностики, подход, стратификация, так сказать, группы риска этих пациентов, ну, и возможность устранения раздражителей, что, в общем-то, задекларировано ЕСРС. Но, как это бывает на жизни, вы сами знаете, что, к сожалению, не всегда пациенты, понимая и зная свое заболевание, но, в общем-то, работа и возможность содержать семью иногда превышает вот эти все аспекты. Следующий момент очень важен – это астма второй половины жизни. Как правило, мы привыкли говорить, если говорится о второй половине жизни, это, как правило, хроническое обструктивное заболевание. Но сейчас выделяется отдельный фенотип – бронхиальная астма – это старшие возрастные группы. И вот здесь показана картинка пациентки, которая 72 года, которая страдает бронхиальной астмой, не ходом, а бронхиальной астмой. И связано это с тем, что именно у пациентов старших возрастных групп, вы видите, на этом слайде показано, сиреневая, это значительно по сравнению с другими вырастает смертность. Именно в старших возрастных группах значительно разрастает смертность от бронхиальной астмы. Почему это происходит? Но прежде всего, существующая проблема. Если мы рассматриваем астму моложе 65 лет, то мы можем говорить о тенденции снижения смертности. Это так. Даже нет тенденции о снижении смертности. Есть тенденция гипердиагностики. И иногда бывает избыточное лечение, прежде всего, высокими дозами ингаляционных кортикостероидов, когда они назначаются комбинированные препараты, ну, вот на примере того же самого середина. А что, если говорить о пожилых людях? Здесь, наоборот, высокая смертность, гиподиагностика. И здесь недостаточное лечение. И прежде всего, редкое использование комбинации ингаляционных кортикостероидов с бета-2 агонистами пролонгированного действия. Надо, так сказать, рассматривая домены вмешательства, и разностороннюю оценку. Мы необходимо, так сказать, прежде всего, сконцентрировать внимание и ведение пациентов на состояние дыхательных путей. Вы видите, что здесь возможность уменьшения обструкции. Это ликвидация воспалений. На первом месте здесь стоят ингаляционные кортикостероиды. Но я чуть проще скажу, почему антибиотики и статины. Это не значит, что мы на сегодняшний день лечим брокхиальную астму. Нет, на сегодняшний день ведущими препаратами базовыми является ингаляционные кортикостероиды. Это, безусловно, использование физиотерапевтических как вспомогательных методов, а не как основные учет коморбидности и, конечно, факторов риска. Вот клинические фенотипы. Какие же, в общем-то, бывают в виде воспаления, и почему мы на сегодняшний день, вот эту табличку я вам показала. Надо сказать, что в последних работах были опубликованы данные, касающиеся того, что есть три, рассматриваются типы воспаления, фенотипы воспаления, фенотипы воспаления при астме. Это эозинофильные, то есть классический вы видите при уровне эозинофилов. Это нейтрофильные, когда есть высокий уровень нейтрофилов, и почему там могут рассматриваться варианты назначения, если это доказано, но, к сожалению, такой вариант не часто встречается. Это так называемый паучий-паучий гранулоцитарный. Тогда это количество эозинофилов и нейтрофилов одинаковых. И вот здесь, в общем-то, такие могут быть фенотипы воспаления воспалительного ответа при бронхиальной генеции. И здесь показаны возможности, какой возможности могут быть использования при назначении тех или иных схем лечения, в частности, с использованием стероидных препаратов, статинов при наличии воспаления, в частности, это может быть паучий гранулоцитарный, и возможность использования нейтрофильного, при выраженном нейтрофильном воспалении макрофилов. Можем ли мы предсказать фенотипы астмы, которые отражают патрифсиологический прогноз и ответ на лечение? Ну, прежде всего, мы должны оценить гиперактивность дыхательных путей, в которых проявляется от дышкой и наличием хрипов. И на сегодняшний день в лечении используются 2-2 агонисты, холинолитики и галляционные кортикостероиды. И какие потенциальные возможности лечения, которые на сегодняшний день могут быть использованы, разрабатываются. Разрабатывается это бронхиальная термопластика и антагонисты ФНО. Очень важным моментом в общередении пациентов с бронхиальной астмой положены в основе того руководства Джина, которое вышло с глобальными изменениями. Как бы сказала, начиная с 2006 года, где очень важным моментом было определение главной цели для достижения поддержания контроля. Не уменьшение симптомов, не снижение, а именно поддержание контроля. Это положено в основу основной идеи ведения этих пациентов. И начинается она с оценки контроля над астмой. Это и направлено на достижение контроля, и объем терапии регулярно переоценивается в зависимости от достижения контроля. Что принципиально отличает подход лечения больных с бронхиальной астмой к подходу лечения больных с хроническим абстрактивным заболеванием легких. Здесь также используется оценка. Очень важно сейчас, вот говорила Людмила Александровна, при хозах, но при бронхиальной астме вот этот тест АСТ, который был обликован в множестве медицинских и даже немедицинских журналах, который достаточно прост, который может пациент сам себя, даже нужен врач, медсестра, пациент должен сам, так сказать, работать с таким блестом. И он состоит из ограничения дневной активности, одышки, нарушения сна, использования сальбутамола, оценки общего контроля, ну и, как вы тут уже оцениваете, свистящие хрипы. Очень простой тест, который дает пациенту возможность оценивать свое состояние и возможность в какой-то степени, не в какой-то степени, а врачу контролировать его уровень терапии. Что очень важно на сегодняшний день в связи с тем, что происходит реформа медицинского обслуживания, очень важно определить, что должен делать врач общей практики, что должен делать пульмонолог-аллерголог. Вот для врача общей практики это осмотр физикальный, пиковая скорость выдоха и вот это АСТ-тест, который я вам показала. А уже для врача-пульмонолога и аллерголога это уже совершенно другие, более, так сказать, сложные методы. Это истика, помимо физикального осмотра, это и спирографический осмотр, это использование не только АСТ, но АИП-теста и уже изучение маркера воспаления, такие как ЭНО и эзенофилы в мокроте. И, конечно, оценка этих показателей в динамике. Если говорить о первичном звене, то это, еще раз повторяю, пиковая скорость выдоха, АСТ и физикальный осмотр. Ну и, естественно, жалоба. И вот здесь представлено уже, так сказать, исследование АГАО, которое, так сказать, привело основное, подвело нас к основному строгим критериям контроля, где четко представлен полный контроль, хороший контроль, неконтролируемая бронхиальная и контролируемая бронхиальная астма. И, фактически, на сегодняшний день все эти параметры лежат в основе ведения пациента с бронхиальной астмой. При полном контроле все, так сказать, симптомы отсутствуют. Или, так сказать, самая главная утренняя пиковая скорость выдоха должна хотя бы равняться и выше 80 от должного. И у них нет ни ночных пробуждений, нет обострений, нет вызовы корреты скорой помощи, нет ни побочных эффектов, заставляющих изменить терапию бронхиальной астмы. Или, если это больной, больность хорошо контролируема, тогда из-за наличия двух или более следующих критериев, которые представлены на данном слайде, они хорошо прописаны в нашем 128 приказе. И, наконец, неконтролируемая бронхиальная астма, где все это отсутствует. Я думаю, что вы это знаете, потому что это все, что есть в сегодняшнем приказе, и, я думаю, нет необходимости. Но что на сегодняшний день является очень важным, это все-таки ведение пациентов в бронхиальной астмы, поскольку в основе лежат, мы говорили, ингаляционные аккортикостероиды, которые назначаются при лечении воспаления в данном случае, и использование комбинированных препаратов. Что нам дают комбинированные препараты, в частности, использование сальматерола с флютикозоном. При меньшей дозировке ингаляционного аккортикостероида достигается контроль. И вот вы видите, на данном слайде показано исследование, которое было проведено у больной с бронхиальной астмой, где достигалось стремление к полному контролю, снижая частоту всех обострений. Хочу обратить ваше внимание на то, что здесь было несколько групп пациентов, которые пациенты были без стероидной терапии, которые были на низких дозах и на средних дозах. Вы видите, что во всех трех группах достижение стремления к полному контролю уменьшало количество обострений, только в достоверном группе, там, где использовался комбинированный препарат, ингаляционный кортикостероид с бета-2 агонистом, то есть зеритит. Надо сказать, что хорошо контролированная астма – это количество достижений контроля. То есть на каком лекарственном препарате мы можем быстрее и более длительно достигнуть контроля. И в этом отношении, вы видите, здесь показано преимущество сиритита по отношению к тюкозому пропионату при достижении контроля, которое постоянно растет при продолжительном использовании проводимой терапии. Ну и, наконец, вот этот вот слайд, который также есть в нашем приказе, когда мы делаем шаги вверх-вниз, то есть тогда, когда мы, если астма контролирует, когда мы можем уменьшать дозу, или она частично контролирована, или неконтролируема, когда мы не сидим. Очень важным моментом нужно помнить, что контроль поддерживается в течение трех месяцев. То есть тем объемом терапии, только если он поддерживается, только тогда вы можете ставить вопрос об уменьшении дозы, на которой велся пациент. То есть три месяца не раньше, когда можно говорить о снижении дозы препарата, если больной находился при полном контроле. И очень важным моментом, как мы говорили, в основу бронхиальной астмы все-таки лежит гиперреактивность бронхов. И это основной патогенетический механизм, который, так сказать, очень сложно воспаление и гиперреактивность, особенно гиперреактивность, ее очень сложно, будем говорить, устранить. И вот здесь показано, что улучшение показателей гиперреактивности бронхов было достигнуто при длительном использовании серетида почти у третьих пациентов, которые находились на использовании серетида. И вы видите, что это уменьшение гиперреактивности, она нарастала с, так сказать, длительностью применения исходно на первый, второй и на третий год. То есть еще раз это показывает необходимость назначения данной группы препаратов, ее, так сказать, перспективы и преимущества и возможность достижения контроля на бронхиальной астме. Какие бы мне хотелось сделать выводы? Прежде всего, что астма – это болезнь, которая характеризуется, конечно, комплексом фенотипов. Вопросы фенотипа бронхиальной астмы продолжают изучаться. И, наверное, в общем-то появятся новые данные, новые разновидности. Но, в общем-то, на сегодняшний день не ставится обязательно вопрос того, что фенотип указывается в диагнозе. Но вы, ведя больного, вы должны, в общем-то, понимать, с каким пациентом вы имеете тело. Либо это тяжелая астма, либо вот то, что мы говорили, астма – второй половины жизни. Или это может быть еще другие фенотипы. Ну, основанная классификация только на тяжести, она недостаточно и плохо отражается. Поэтому на сегодняшний день используется и у нас в стране классификация, которая по степени тяжести и по уровню контроля. И при тяжелом рефракторном течении следует лечить пациентов по индивидуальной программе с учетом степени контроля гигиенического фенотипа бронхиальной астмы. Ну и последний слайд – это, вы видите здесь, Шерлор Курц и доктор Ватсон, индукция и дедукция. Какие преимущества и недостатки двух подходов. Это фактически не точность, что мы сейчас говорили о бронхиальной астме. Это принцип обобщения, суть в разделение. Если мы возьмем за основу только принцип обобщения, тогда, так сказать, мы достигнем менее направленного лечения, при этом получим эффект по фокусу на общие признаки и единая ограниченная классификация. Если мы возьмем принцип разделения, то здесь уже будет фокус на многообразие проявлений, но возможно трата времени на выявление незначенных различных. Однако можно выявить особенности патогенеза, особенности течения заболевания, исследовать уже более индивидуальному лечению, исходя из тех основных положений, которые на сегодняшний день задекларируют. Поэтому, так сказать, если вы говорите о бронхиальной астме, то, наверное, этот метод, так сказать, имеет место быть. Спасибо.